На дворе 2024 год. Более чем три года прошло с момента выхода версии 1.5. И вот вчера, 19 марта, свершилось долгожданное чудо. Эрик наконец-то выпустил обновление 1.6 для всеми нами любимой фермы. В честь этого события предлагаю вкратце пробежаться по всем нововведениям апдейта. Начнем с новых праздников и ивентов. Версия 1.6 принесла нам пустынный фестиваль, который после починки автобуса будет проходить каждую весну с 15 по 17 число. На самом же празднике полно новых торговцев, продающих товары за специальную валюту – яйца пустыни, которые вы можете получить за различные активности как на самом ивенте, так и в измененной под него пещере черепа. Помимо крупного праздника в игру было добавлено два небольших ивента, посвященных рыбалке. Это форельное дерби и кальмарфест. Первая проходит каждое лето с 20 по 21 число. Ловим форельку, получаем ярлычки и меняем их на награды. Аналогичный кальмарфест проходит зимой с 12 по 13. Принцип почти тот же – вылавливаем энное количество кальмаров, за которые получаем рандомную награду. Кроме того, летом добавили новый уникальный вид погоды – зеленый, или как бы я его назвал, кислотный дождь. Система навыков в игре также была расширена и дополнена. Получив 10 уровень во всех пяти скиллах, вам откроется доступ в секретную комнату дедушки, где за очки мастерства можно еще сильнее улучшить свои навыки, а также обзавестись новым инструментарием. Сами же очки мастерства – это по сути все тот же опыт, только теперь он общий со всех навыков, прогресс и заполнение шкалы которого можно увидеть в меню навыков персонажа. Кроме того, теперь в игру были добавлены различные книги, какие-то просто дадут вам опыт в том или ином навыке, а другие откроют совершенно новые возможности. Для них даже сделали отдельное меню. Основным способом получения этих самых фолиантов является новый торговец, расположившийся сверху от Джоджа Марта и посещающий долину 11 и 22 числа каждого месяца. В одной из ночей может произойти сильнейший ураган, который сломает одно из крупных деревьев. Починив его за сотню твердой древесины, будет инициирована новая цепочка квестов с тем самым енотиком из обновленного лога игры. За выполнение его заданий вы будете не только щедро вознаграждены, но и получите доступ к новому магазину с не менее новыми предметами. Ну что ж, три основных, на мой взгляд, нововведения апдейта я вам рассказал. Теперь пройдемся по менее крупным, но оттого не менее значимым изменениям. Добавлен новый тип фермы – луговая. На ней вместо привычных семян пастернака в коробке вас будет ждать сено, а на улице небольшой загон с птичником. В общем, ферма для тех, кто сразу хочет играть с животными. Добавлен новый косметический ремонт дома. Теперь можно добавить чердак, коморку, расширить одну из комнат и даже построить столовую. Вы любите питомцев? Я вот обожаю. Теперь по достижению максимального уровня дружбы с вашим петом, вы сможете обзавестись еще одним в магазине Марни, предварительно заказав у Робин дополнительную миску для него. Кроме того, самих питомцев стало больше. Две новых породы для кошек и собак, а также абсолютно новые черепашки. Дополнительно есть шанс получения подарков от питомцев, с которыми у вас высокий уровень дружбы. В доме у Льюиса была добавлена новая машина для обмена специальных билетиков на призы. Эти самые билетики получаются за выполнение поручений из повторяющихся праздников, таких как яичный или ледовый фестиваль. В игру добавлено 4 совершенно новых культуры. Получить их можно в магазине у все тех же енотов, либо вскопав специальную клетку в определенное время года. Весной вы получите морковку, летом патиссон, осенью брокколи, а зимой зимнюю дыню. Медный промывочный ковш отныне можно будет улучшить вплоть до иридиевого, что повысит его продуктивность, а также появилась возможность его зачарования. Добавлено множество новых предметов и крафтовых станций. Отдельно отмечу сушилку и коптильню, так как их продукты используются в новой ветке квестов с енотами. Помимо всего прочего, были добавлены большие сундуки, вмещающие в два раза больше, нежели обычные. Таблички, новый бак для производства новой элитной наживки, грибной пень, набор с палаткой, мох, поплавок с сонаром, рыбье желе и много-много других. Уж слишком долго их тут всех перечислять, но основные, на мой взгляд, я назвал. Добавлены лутбоксы от Мистер Аки. По сути, те же жиоды, но со своим уникальным пулом предметов. На сотом, двухсотом и трехсотом этажах пустыни черепа отныне расположены уникальные сундуки с наградами. А у ее входа специальный тотем для включения хардмода после выполнения соответствующего челленджа Мистера Аки. Немало и косметических изменений. В магазине Уилли появился специальный киоск с новыми скинами для поплавков. Мелочь, а приятно. Теперь почти все NPC имеют зимний набор одежды. Я покажу лишь нескольких. Сделано прям очень классно и со стилем. На ваших собак и кошек теперь можно надевать шляпы. Добавлено 25 новых шляп. 280 предметов мебели. 41 стиль покрытия, 24 стиля обоев и новые их тематические каталоги. Отныне цвет джема, вина или сока зависит от того, из чего они были сделаны. Изменился шрифт, а также были локализованы множество различных табличек. Добавлены водопады и множество других приятных мелочей. Ну и куда же без quality of life фишек. А их тоже немало, но опять же пробегусь по основным, на мой взгляд. У имбирного острова теперь есть карта, а сама по себе она теперь показывает местонахождение игрока или игроков в реальном времени. Добавлен новый проход к карьеру, а также целая куча новых диалогов, включая кастомные реакции на подарки для NPC. У еды теперь пишется длительность бафа. И перед концом этого ролика, вкратце упомяну то, что есть в чейнжлоге, но в силу тех или иных обстоятельств не смог пока что найти. А также еще кое-какие мелочи. Для джуджофагов добавили некий альтернативный способ прохождения челленджей совершенства. Добавили специального золотого попугайчика, заплатив которому можно будет найти несобранные золотые орехи. Кроме того, теперь джуджокола дает небольшой баф на скорость. Были добавлены новые тринкеты, усиливающие боевые качества игрока, доступ к которым открывается через новую механику мастерства, однако ни одного такого артефакта я найти не смог. Ну и совсем по мелочи, в игру и в стиме добавили 9 новых ачивок, а также новые пасхалки и секреты, которые сообществу лишь предстоит отыскать. И на этом все, надеюсь вам, как и мне, понравился этот апдейт. Множество механик, как эндгеймовых, так и начальных было расширено, что на мой взгляд самое главное. Обязательно дайте знать, если я что-нибудь упустил, а я отмечу сердечком, если вдруг. Спасибо большое за просмотр, ссылка на официальный чейнжлог есть в описании, присоединяйтесь к нашему сообществу в дискорде. Это был Лурферк, всем пока и приятной игры. Субтитры сделал DimaTorzok